Здравствуйте! После восхождения на гору, которая находится рядом с Тегераном, я прочилил один день у своего хоста и сегодня вечером отправляюсь в Тибриз. Сейчас я нахожусь на автобусной станции. Интересный факт, что я спросил, где она находится у молодого парня, и он меня к ней проводил. Иранское гостеприимство. Билет я купил непосредственно за доллары, что очень удобно в данной ситуации, поскольку обменники закрыты, а сериалов с собой у меня не было. Сейчас ожидаю своего автобуса и отправляюсь в путь. Забегая вперед, скажу, что на протяжении всего путешествия по Ирану местные жители охотно помогали мне, если у меня случались затруднения с поиском чего-либо или покупкой билетов, за что им огромное спасибо. Ну вот я и загрузился в автобус и еду в вторую направлению Тибриза. Однако я еду не в сам Тибриз, а в ближайший город Кумбрия. А что там находится, вы увидите позже. А пока расскажу интересную историю, которая произошла со мной сейчас только что в автобусе. Я обменялся буквально парами слов девушки, которая сидела на переднем сиденье и подошел водитель и сказал, попросил меня пересесть, обосновав это тем, что у меня якобы другое место. Я сверил его с местом в своем билете и оказалось, что он попросту врет, чтобы отсадить меня подальше от этой девушки и запретить нам общаться. Это Иран, детка. Ладно, едем в Тибриз. Забыл сказать, что несмотря на то, что сейчас 10 часов вечера, на улице 35 градусов тепла. Тем временем в автобусе произнесли маленькие комплименты. Кстати, иранцы очень любят чай. И водители автобусов на стоянках бьют его из нашего самовара, который в Иран привез четвертый шаг из династии каджаров Насер Ад-1 из своего путешествия по России. Прибыл я в город Тибриз, который находится на севере Ирана, возле границы с Азербайджаном. Отсюда я планирую направиться в городок Урмию, где находится большое соленое озеро. Вообще, в Иране очень развито автобусное сообщение. В крупных городах построены большие и удобные автобусные терминалы, где работает много разных компаний-перевозчиков, которые бьются за каждого клиента и буквально хватают тебя под руки и несут в автобус, еще на подходе к автостанции. Сами автобусы новые и комфортабельные, а билеты по российским меркам очень дешевые. К примеру, расстояние в 500 километров можно преодолеть всего за 300 рублей. Прогуливаясь по Тибризу, первым делом в центре города набрел на городскую цитадель. Это остатки некогда грандиозного укрепления Акрополя. Цитадель или арка Табриза – это руины средневековой крепости XIV века, интересные тем, что некогда здесь казнили преступников, попросту сбрасывая их со стен. Популярная регенда рассказывает о невинно осужденной женщине, чудесно спасшейся от смерти благодаря эффекту парашюта, которое создало при падении ее длинное складчатое платье. Поскольку цитадель является символом Табриза, то стоит сказать несколько слов и о самом городе. Табриз был основан во времена правления персидской династии Сассанидов. В 3-4 веках до н.э., когда торговля только начала процветать в этой полупустынной местности. Появлялись мелкие лавки, предлагающие жителям продукты питания, ткани и украшения. С наступлением эпохи великой династии Сефевидов, Персия достигла наибольшего рассвета. В этот период Табриз получил статус столицы огромного государства, а в XVI веке стал центром жизни во всех ее сферах. Лучка Метебриза Я дообрел до крупнейшего крытого базара в Иране, который испокон веков стоял на шелковом пути. И теперь занесен список всемирного наследия ЮНЕСКО. Восток всегда считался мировым центром торговли, и Тибридский базар в этом смысле не исключение. Это огромнейший крытый рынок, работающий несколько столетий. Он упоминается в книгах, фильмах, песнях и картинах художников многих народов. Во времена Великого Шелкового Пути, пролегавшего через Персию, Тибриз имел выгодное географическое расположение, а из города шли главные дороги в три стороны света. Торговые караваны, движущиеся из Китая, делали обязательную стоянку в Тибризе. Постепенно местный рынок увеличился в масштабах. Через Тибризский базар проходили всевозможные товары, драгоценности и украшения, оружие и порох, древние книги, фарфоры посуда, рис, чай, сладости, пряности и специи, экзотические фруктки, ткани, шерсть, кожа, ковры, гобелены и животные. Вместе с популярностью Тибризского базара росли его размеры. Теперь это был не маленький рынок, а огромный торговый крытый павильон. Здесь появились жилые здания, школы, мечети, и Тибризский базар превратился в город в городе. Тибризский базар сегодня – это важный торговый, туристический и культурный объект. Современное состояние практически не отличается внешне от средневекового. Здесь процветает не только торговля, но и насыщенная жизнь горожан и туристов. На территории крытого рынка размещены торговые ряды, мечети, школы, галереи, постоянные дворы, караван-сараи, бани, хамамы и сауны, парикмахерские и тематические рынки. Тибризский базар внесен в список мирового наследия ЮНЕСКО. Тибризский базар действительно очень интересное и атмосферное место, но лично я смог выдержать только один час пребывания на его территории, так как от обилия информации, зрительных образов, звука, запаха и движения на один квадратный сантиметр попросту уезжает крыша. Продолжение следует... После того, как спала полуденная жара, я выбрался в поисках еды. Заодно посетил небольшой парк Гулустен, который находится в центре Тибриза. По моим наблюдениям, иранцы любят проводить свободное время в парках и скверах. К примеру, днем в обеденное время многие пережидают там полуденную жару, а вечером старшее поколение в небольших и тихих скверах играет в шахматы и нарды, а молодое тусуется в больших и современных парках, оборудованных аттракционными и другими атрибутами и сферой развлечений. КОНЕЦ КОНЕЦ Традиционная иранская еда, которой я питаюсь уже целый день. Более подходящего пока ничего не нашел, но вкусно. Единственное, что не очень полезно. Улицы Тибриза являются как бы продолжением восточного базара и его колорит. И по пути в гостевой дом можно зацариться всем необходимым. А именно, купить еды на ужин, обзавестись домашними животными, например, кроликом, птенцом или собакой, а также приобрести ковер и кальян, чтобы вечером на новеньком пиццильском ковре подтягивать дым кальяна под пение мулы на минарете соседней мечети. КОНЕЦ При всем многообразии выбора я решил ограничиться покупкой иранских сладостей, внешне похожих на турецкие, но, к сожалению, сильно проигрывающие им по вкусовым качествам. И, встретив закат на улочках Тибриза, направился в свой скромный, но зато очень бюджетный гостевой дом. КОНЕЦ 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 Я снова нахожусь на автовокзале города Тибриз. Приехал я сюда, чтобы отправиться в городок Урмия, где находится соленое озеро. КОНЕЦ 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Добрался до автовокзала «Урмия» и первым делом озадачился поиском еды Около автовокзала нашел столовку местную Однако выбор еды превращается в интересную пантомиму Поскольку я нахожусь на севере страны и в глубинке И английского здесь не знают от слова вообще Выручает дружелюбность местных жителей Который выручает дружелюбность местных жителей И повар данного кафе отвел меня на кухню и пальцами показал все, что у них есть Я также пальцем ткнул в то, что мне нужно И на калькуляторе мы определили стоимость данного набора еды Курица с рисом и суп должны обойтись в 200 тысяч риал Что примерно составляет 2 доллара Несмотря на то, что «Урмия» является маленьким захолустным городком Возле автовокзала разбит красивый ландшафтный парк Где можно скоротать время в ожидании автобуса Посидев в беседке или следуя примеру местных жителей Выпасть теньке на травке и предаться сну Возле автобуса Возле автобуса Ну вот я и добрался до уасоленого озера Урмия Что неподалеку с одноименным городом Вы только посмотрите, какая красота царит кругом Сзади меня располагаются горные хребты А впереди огромное соленое озеро ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 В Иране существует три общепринятых туристических маршрута Которые охватывают основные достопримечательности страны Однако существуют потрясающие по своей красоте места Обделенные вниманием туристов Соленое озеро Урмия Располагается на севере Ирана Рядом с границей с Азербайджаном Одна часть озера по глубине Не превышает нескольких десятков сантиметров А другая представляет из себя соленую пустыню Озеро на две половины разделяет мост Ведущий в город Урмия Примечательен тот факт Что с одной стороны моста вода имеет красный оттенок А с другой голубой Оказаться на берегу такого потрясающего по красоте озера И не искупаться это преступление Ну что ж Пора окунуться в эту огромную солонку Идти приходится очень далеко Чтоб хотя бы зайти по колено Вода настолько соленая Что можно просто улечься на ее поверхность И ничего не делать И ты держишься как поплавок Кайф Кайф Эх иран иран Потрясающе по своей красоте место Вышел с озера на дорогу И буквально через пять минут остановилась первая попутка И подобрала меня В машине трое иранцев Еду в Дибриз Очень дружелюбные и веселые ребята Что ты именем? Я Сетя И ты? Меня зовут Ана Меня зовут Мэтр Ну вот и познакомились Ребята по английски знают два слова Вот мы и общаемся Жестами Но обсудили Недавнюю победу волейбольной команды Ирана Над волейбольной командой России Поздравил их с победой Смеются довольные После посещения соленого озера Умрия Я вернулся на автовокзал в Тибризе Что характерно автостопом С прикольными веселыми иранцами Сейчас пока я буду заниматься чревоугодством Я собираюсь подумать о том, куда мне отправиться дальше Существует несколько вариантов Либо отправиться по традиционному маршруту В сторону Кашана Либо же направиться в сторону Каспийского моря Конечно же я выбрал Каспий И к ближайшим автобусам выдвинулся в сторону моря К сожалению, рейс оказался ночным И заснять окружающую дорогу красоты Мне не удалось Доброе утро Я нахожусь на севере Ирана На побережье Каспийского моря Слева от меня всего в километре Располагается граница с Азербайджаном Несмотря на то, что в России есть Каспийское море Я в нем не купался Сейчас я исправлю это опущение И совершу омовение в водах Каспийского моря в Иране Каспийский моря в Иране Водичка, конечно, мутноватая, зато теплая. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Город Астара ничем примечательным, кроме того, что находится на побережье Каспийского моря рядом с границей с Азербайджаном, не отличается. Поэтому задерживаться я здесь не буду. Сейчас я скину видеоматериалы на ноутбук и направлюсь вдоль побережья Каспийского моря в сторону города Решт. Вот эти замечательные люди только что угостили меня фруктами, за что им огромное спасибо. Все, фрукты. Вастари набрел на автобусную станцию как раз под отправление автобуса до Тегерана. Решил ехать на нем, чтобы не зависать особо долго на Каспийском побережье и потратить время на достопримечательности центральной части Ирана и Персидский залив. Пока еду в автобусе, хочу сказать несколько слов о севере Ирана. В городе Урмия, там где находится Соленое озеро, рядом с границей с Турцией, местное население разделено на этнические группы. Это сами иранцы, турецкие иранцы и курды. Они совсем не говорят по-английски, зато знают турецкий язык. Очень веселые ребята, было прикольно с ними пообщаться. На Каспийском побережье, в городе Астара, рядом с границей с Азербайджаном, местное население разбавлено азербайджанцами, что логично. Гуляя вечером по набережной, я был местной иконой и достопримечательностью. Каждый счел нужным ко мне подойти, сделать селфи и попробовать пообщаться на английском, совсем его не зная. Тем не менее, положительные эмоции у них у меня остались, а это главное. Теперь я направляюсь на центральную часть Ирана, а далее на юг. К Кирсидскому заливу. Кирсидскому заливу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok